Приветствую вас! И ситуация складывается следующим образом. Значит, когда родители малыша, ребенка расходятся и уделяются ему мало времени, недолюбливают его. Недолюбливают здесь означает не дают достаточно любви и внимания человеку. Когда это происходит, человек ощущает, что он не совсем полноценный, не совсем хороший, не совсем достойный и так далее. Потому что сначала родители воспитывают в ребенке любовь к себе своей любовью. Если перетрустаются, получается эгоист. Если недорабатывают, получается неуверенный в себе человек. И баланс довольно сложно, конечно, соблюсти, но, тем не менее, при должном подходе все получится. Так вот, ваши родители вас недолюбили. И из-за этого вы сейчас теперь чувствуете на себя недостаточно хорошие, недостаточно достойный того, чтобы, ну, наверное, ощущать себя счастливой, полноценной. И для начала самое простое, что вы можете сделать, это представить себе ситуацию, что у вас все хорошо. Вот, родители, родители с вами, родители вас любили, все в порядке. Попробуйте представить эту ситуацию. И дальше спросите себя, вот в этом случае, если бы у вас все было в порядке, как вы думаете, вы переживали бы по поводу того, что обидели весь мир? Вот, я думаю, что нет. Ну, и дальше, наверное, нужно задать такой вопрос. А в чем, собственно говоря, проявляется обида миру? Что же вы такого сделали, что смогли обидеть целый мир? Вы не работаете. Почему? Потому что не может найти работу. Муж вам выговаривает, и тем самым он как бы становится на место родителя для вас. Ведь уверен, что по отношению к мужу вы занимаете позицию в большей степени подчиненным. И поэтому чувствуете себя виноватым перед мужем. Зато вы не работаете. Но при этом вы понимаете, что вам на все хватает, и работать вы хотите по специальности. А найти не может. Так бывает. То, что вам нужно сделать, это реально почувствовать себя полноценно. Для этого, как правильно сказал Артур, нужен успех. Но успех, успех, это как бы сказать награда. А для начала вам нужно просто начать реализовываться. Реализация, она происходит в разных сферах. В деловой, в личной, в социальной и так далее. Значит, вам необходимо в первую очередь заняться каким-то хобби. Просто вообще чем-то заниматься. Чем-то заниматься, кроме домашних дел. Как-то реализовывать себя. Применять свою энергию, значит, на что-то конструктивное. Дальше, создавить самостоятельно для себя план того, что вы делаете. То есть, вот вы ищете работу, значит, и параллельно с ней там что-то еще делаете. То есть, вам нельзя оставаться на месте. Вам нельзя застывать в одной позиции. Вам нужно постоянно двигаться вперед. Вот это то, что послужит залогом, даже залогом отсутствия вот этого чувства невыносимого тяжества. Далее. Вы для родителей чувствовали себя обузой. Но это связано с тем, что они-то вам особо внимания не уделяли. И вы чувствовали себя лично. Вы не чувствуете себя значимым. Так вот. Любовь по своей природе. Безусловно. Если мужчина вас любит, любит по-настоящему, то любит безусловно. Его любовь, безусловно, она не требует каких-то условий выполнения вами каких-либо конкретных действий для того, чтобы вы выбили на сцену любви. И вы, вероятно, стремитесь именно к этому. К пониманию, к достижению того, чтобы у вас были условия, за которые вас любили бы. Так вот. Не за условия любви. А за человека. За личные качества. За глубину. За глубину души. И никакие условия не вернут вам любви. Не дадут вам этого. Родители, то, что они делали, это их проблема. На вас это никак не влияло. Не делает вас это хуже и хуже. Неполноценнее и так далее. Родители ваши сами оказались в довольно несчастном положении. Они были вынудены строить свою душную жизнь. Они были вынуждены медаться по своей жизни. И это не самое лучшее времяпровождение для людей достаточно взрослых. Соответственно, вам уже сейчас нужно позитивировать себя так, что каждый человек полезен чем-то своим. Мужчина работает хорошо. Родители помогают прекрасно. А вы по дому, по дому все делаете. А вы родители его любите. А вы мужчину любите. Вот и получится так, что каждый вносит пассивный вклад в общее дело. И вы вносите свой вклад в общее дело. И вы этим становитесь как бы равноправны. Не обязательно всем делать все одинаково. Согласитесь? Все получается. Если вы работаете, то вы достойны. Если вы не работаете, то вы недостойны. А представьте себе, например, что вы идете в декрет. Что у вас будет ребенок. Мужчина тоже вам будет выговаривать. И вы будете принимать его слова на веру. Не думаю, что это хорошая идея. Потому что жизнь меняется вокруг. Условия тоже меняются. Ситуация также не остается неизменной. Если у мужчины есть возможность заработать и зарабатывать, это хорошо. А у вас нет. И это тоже нормально. Это не повод для того, чтобы чувствовать себя униженным. Это не повод для того, чтобы ощущать себя хуже других. Придет время, и вы реализуетесь. Реализуетесь. Придет время, и вы покажете себя. Как покажете это из-за этого. Исходя из ваших способностей. Исходя из ваших наклонностей. Исходя из ваших желаний. И так далее. Рекомендую вам прислушиваться в большей степени к себе самой. Что вы хотите. Если мужчина не делает вам всего того, что вы желаете, значит, что он делает самостоятельно. И не слушать то, что говорят другие. По поводу того, что вам нужно делать. Только вы решаете, что вам нужно делать. И решаете вы, исходя из ваших интересов. Решаете вы, исходя из того, что нужно, необходимо вам. А не другим людям. Нет острой нуды в том, чтобы вы работали. Вот и не работаете. Вынимаетесь самообразованием. Развиваетесь. Осваиваетесь хобби и так далее. Мужчина, как вас говорит, это для того, чтобы... Ну, причина, по которой он говорит, это я бы не стал сейчас называть. Потому что не хотел портить ваши отношения. Мало ли. Но, тем не менее, на эти выговоры не стоит обращать внимание. Ибо острое нуды нет. Но дайте ему понять, что если иногда прям придет, то вы обязательно будете работать. А пока, по командам интернет вы займете чем-то для души, чтобы все-таки работать и получать от этого удовольствие. На это вы имеете полное право, как личность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго.